На последнем заседании правительства кабинет министров рассмотрел ряд новых законопроектов и внес некоторые поправки в уже действующие нормативные акты. Сегодня у нас не так много вопросов, поэтому думаю, что сейчас пройдет обсуждение в рабочем порядке, конструктивно. Мы сразу хотели в начале всех, кто сегодня присутствует в законодательном собрании, быть готовы. Сегодня у нас внесение изменения в бюджет. Серьезные изменения коснулись закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. Дело в том, что Ульяновская область вступила в федеральную рабочую группу, которая отвечает за финансирование. И таким образом сможет участвовать в распределении федерального и регионального бюджетов на капремонт. Сам порядок проведения ремонта также немного изменен. Теперь жители новостроек будут оплачивать реставрационные работы только спустя три года после введения дома в эксплуатацию. Если же капитальное вмешательство понадобится, до истечения строка гарантии его оплатит застройщик. Обязательный ремонт ранее приватизированных домов будет оплачиваться из средств областной казны, а не из кошельков собственников. Самое, наверное, важное – восстановлена социальная справедливость в отношении прочих домов, которые по разным причинам не попали в региональную программу капитального ремонта. В случае, если в соответствии с законом они вносятся в программу региональную, то обязанность оплаты взносов сегодня будет составлять через три месяца после включения данного дома в региональную программу. Ранее в законе это был плавающий срок от четырех до восьми месяцев. В результате часть собственников оплачивала через буквально четыре месяца, часть через восемь, что вызывало справедливые нарекания, почему так. Сегодня мы это все в правовом поле отрегулировали. Кроме капремонта на заседании рассмотрели поправки в программах формирования комфортной городской среды и поддержка добровольных пожарных. А проект потребительской корзины в Ульяновской области по решению правительства продлен до 2020 года. Виктория Черкова, Данила Сурков, новости Ульяновской правды.